И уход от этого сопротивления к вот этой поддержке. Но поддержка тут немножко двоякая. То есть первый уровень это 107.50, второй уровень, он более реальный, это 104.50. То есть целью вот этого снижения являются вот эти вот уровни. Это в рамках большого временного периода. Как зайти в продажу? Смотрите, здесь произошло расширение диапазона. Тут трудно уловить границы. То ли это вот эта граница, то ли она вот эта. Но в принципе одинаково получается, даже если и так и так смотреть. То мы дошли до 161 уровня, расширение диапазона. Значит, цене необходимо подняться вверх. И вверх ощутимо. Нужно подняться не, если мы рассматриваем эту картину. При этом движение цены вверх предусмотрено до уровня 112.10. И уже от этого уровня заходить на более длинную цель до отметки 105. Дальше смотрим. Часовой период. Пока указателей для покупки нет. 15-минутный период. Кое-что есть. Слабенькое, к сожалению. Но есть кое-что. Проторговка. Выход цены вверх. К сожалению, мы не дошли до верхней границы. Из-за этого слабость у этого сигнала. Она присутствует. Надо, чтобы мы дошли до этой границы. Тогда сигнал был бы более сильный. Но зайти в покупку со стопом 17 пунктов, в принципе, это было бы вполне нормально. То есть, по японской иене, если мы не в продажах, то можно каким-то образом рискнуть зайти в покупку. Ну, риск 20 пунктов не такой уж и большой для того, чтобы взять движение там в сколько там пунктов? 200-180 пунктов. Как зайти в покупку? Дождитесь на 5-минутном графике первой зеленой свечи. Вот сейчас она опять попробует зайти в эту область. Эта 5-минутка закрывается через минуту. Соответственно, в 14.25. Ну, у меня сейчас 14.20. В 14.25 появится зеленая свечка. Можно зайти будет в покупку с целью, как минимум, закрыть гэп 90-го пункта и уйти туда дальше. Если цена продолжит снижаться и не будет выхода из этой зоны, тогда ничего не делаем. Так, сейчас просто страничку, чтобы не забыть. Так, через 5 минут, если я забуду, напомните, посмотреть на эту валютную пару. Так, золото выносит, выносит, выносит. Тут же кое-что и провоцирует заходить в продажу. Нет, здесь провокации к продаже зайти нет. Спортивление не сформировано. Но мы находимся в верхней границе боковика. Естественно, было бы логично, было бы разумно искать здесь продажи. Поэтому сегодня, я даже думаю, наверное, сегодня, мониторить нужно обязательно этот инструмент. Так как доллар-иена и золото у нас сейчас, у них создаются корреляции. Так, можно микрофон. Так как у них создаются корреляции, на японской иене есть сигнал на покупку, слабенький. На золотое сигнала на продажу там еще никакой. То вполне возможно, что сегодня, либо завтра сформируются уже более нормальные сигналы для открытия позиций. Хотя по доллар-иене, например, риск небольшой. А это определяющий фактор для того, чтобы открывать позицию. Потенциальная прибыль в 10 раз превышает риск. То есть такие вещи обязательно нужно использовать. Потому что один-два раза не попадем в позицию, но третий раз принесет хорошую прибыль. Так, что у нас еще осталось? То есть какую валютную пару посмотреть? В основной валютной паре, у кого что там есть еще, посмотрим. А потом рассмотрим Австралию и иену по системе дистрибунт. Хорошо. Тогда подведу итог. Доллар-иена, покупка в ближайшие 3 минуты. Может быть даже сейчас. Дальше. Евро-доллар. Если такой сценарий, тогда продажа, внизу покупка. Фунт-доллар тоже. Только при наличии выхода будет продажа. Но покупка здесь пока не ясно где. То есть продажа есть, пока не видно где. И золото. Золото. Я тут даже сценарий не могу нарисовать, как будут развиваться цены на продажу. То есть только за счет корреляции доллар-иена и за счет того, что мы находимся у верхней границы боковика. Только за счет этого можно искать покупки. По франку могу я вам эту франку что-то выдать, такое, чтобы прямо сейчас открыть позицию. И в более долгосрочном плане я здесь тоже не могу ничего такого поставить. Не исключаю закрыть этого гэпа, но сигналов к этому тоже не видно. То есть смотрите. Я просто подведу к тому, что корреляция с парой евро-долларом соблюдается. И смотрите, что произошло на паре евро-доллар. Если мы берем первый этаж 4, то вы увидите, даже нет, B1, давайте возьмем. То вы увидите, что вот движение по новостям, мы его полностью перекрыли. По франку такая картина была уже, по-моему, давно. Сейчас посмотрим по времени, сейчас еще. То есть франк, по идее, свои цели отработал. Так, это у нас было 12.08. Соответственно, здесь, да, то же самое. Так, 112.08. А, вот, здесь уже давно отработала эта ситуация. Поэтому франку вроде как цели закрыты. Расширение здесь тоже не просматривается. Катан месячный, недельный. Тут тоже нету четкого указателя работать. Так как на паре евро-доллар все куда более логично и понятно. Поэтому здесь что, можно поискать, даже здесь боковик, и выделить сложно. То есть можно поискать покупки, банально, по той причине, что может сформироваться вот этот вот диапазон. Вот такой вот диапазон может сформироваться. Очередной боковик только выше. То есть сместился наверх. Поэтому продажи нет, и покупки, да, можно поискать покупки. фунт е на тупо в кене боковики одни что вы тут здесь не выжать несколько разговор по этой функции я сейчас говорю в целом предусмотрено снижение вот до отметки там 129 25 а сейчас мы находимся вот в этих боковиках состряли в них чем свещение постепенно постепенно происходит вниз не знаю на 5 минутки скальпирует еще так перехода здесь к такому не просматривается есть поддержка на покупку вот в этом месте вполне может сработать запас тоже то есть при подходе цены к отметке 138 36 можете взять точку входа покупку может даже с целью на 44 то есть сколько цена еще будет стоять низко если она выйдет из этого диапазона один раз так пока она стоит видите сколько она стоит в этом диапазоне то есть столько времени можно и заработать здесь так страниц так что у нас там все на появился 26 нет сигнал не появился следующую пяти минутку ждем выхода цены и то есть закрывается свечка тогда можно будет открываться позиции так теперь австралия иена что здесь у нас есть а здесь покупки надо искать быть однозначно покупки искать 1 австралий тоже к этому подходит уже этому австралия иена надо искать покупки вариант развития событий вот такой вверх а потом вниз доллар иена в принципе этом не противоречит австралия доллар тоже этому не мешает так что покупки где-то вот до отметки там 86 81 так хорошо вопросы еще будут по валютным парам пожалуйста ну тогда спасибо всем за внимание хороших вам трейдов и услышимся с вами уже завтра все всем пока тяга такие Продолжение следует...